Она работает в Голливуде, но лучшим местом на свете считает родной Пятигорск. Российская актриса Марина Орлова на неделю прилетела со съемок из Лос-Анджелеса в город детства. В санатории, где отдыхает знаменитость, с актрисой встретились журналисты. О знаменитых режиссерах, в фильмах которых снималась, в любимых ролях и мечтах. Без всякой звездности. Непринужденно и просто Марина рассказывала обо всем, с чем столкнулась за 10 лет кинопроб. Сыгранных эпизодов много. Каждая роль интересна и дорога. Самой же необычной и яркой считает работу в фильме Станислава Говорухи «На уикенд». Он должен выйти на экраны уже этим летом. Это черно-белая картина. Это первый мой фильм без цвета. И я там не только играю, но и пою. Я вообще певица тоже, на самом деле. Я начала в Пятигорске с музыкальной школы. Около пяти лет Марина снимается за границей. Первый опыт в Китае. Затем учеба в Америке и Голливуд. Роль Марлин Монро в картине «Домик на дереве» рассказывает, получила случайно. В ресторане на Баверли-Хиллз ее заметил режиссер Адам Краева. Сейчас уже другая киноработа. В фильме «Вайт Кроуз» у Орловой главная женская роль. Я же старой русской театральной школы. Нас учили, что мы должны уметь играть все и везде. Том Круз, который для меня абсолютно не является актером. Он просто меняет куртки и переходит из одного фильма в другое. Он не меняется никак. Я люблю меняться. Через несколько дней Марина Орлова вернется на съемочную площадку. Пока же наслаждается родным Пятигорском. Я скучала именно по Пятигорску. Мне прям хотелось пойти куда-нибудь на горячку, прям залезть на этот машук. Надеется в мае, закончив съемки в Голливуде, хоть ненадолго вновь приехать домой. Продолжение следует...